Всем привет, мои дорогие! С вами Марина, канал Diamond Dream, и хочу сделать сегодня для вас расклад на тему «Будет ли примирение?» Есть ли такая вероятность, что вы помиритесь с вашим партнёром? Поэтому, соответственно, этот расклад подойдёт тем, для тех, кто находится сейчас в ссоре, кто находится в расставании и не понимает, каковы перспективы дальнейшей отношений. Напоминаю вам, что смотрим мы небольшие перспективы, можете сами какой-то срок для себя определить, но сразу вас предупреждаю, что сроки не отыгрываются прямо чётко, поэтому не стоит себя настраивать однозначно на какие-то сроки. Мы, в принципе, смотрим ближайшие какие-то перспективы. Второе я рекомендую вам смотреть неделю, две, ну максимум месяц, больше нет смысла. Поэтому, если хотите, можете определиться со сроком, если нет, то, значит, тогда просто имейте в виду ближайшую перспективу. Расклад будет в одном варианте, и для того, чтобы пришла именно ваша ситуация, я попрошу вас сосредоточиться, задумать своего мужчину, визуализировать его, использовать я буду сегодня колоду Арканум, вспомните хорошенько своего мужчину, назовите его имя, произнесите его дату рождения, вспомните, как он двигается, его манера разговаривает, какие слова он вам говорит, какие-то подробности о нём вспомните, хорошенько настроитесь на него энергетически. И если ситуация будет резонировать, то смотрите, пожалуйста, дальше, если же нет, то, значит, просто ситуация не ваша. Уходите с видео, ищите другое. На моём канале их очень много, вы обязательно найдёте вашу ситуацию. Я ещё также хочу вам напомнить о том, что я занимаюсь обучением Таро, у меня есть свой обучающий курс, а также своё, так сказать, сообщество Тарологов, моих учениц, которые обучались у меня, и многие из них уже стали опытными Тарологами, и все в этом сообществе мы общаемся, поддерживаем друг друга, советуемся. Поэтому, если вы хотите научиться делать расклады Таро для себя, для своих близких, получать подсказочки на каждый день от наших мудрых и добрых Таро, то, пожалуйста, обращайтесь ко мне в личку, и анонс моего обучающего курса можете найти под каждым роликом. Итак, я надеюсь, вы уже настроились на вашего партнёра, и давайте будем начинать. Ещё раз вам повторяю, что этот расклад подойдёт для тех, кто сейчас в расставании, в ссоре, в разлуке. Может быть, какие-то непонятные действия со стороны мужчины происходят. Ну, в общем, вы, как нам и показывает Аркан Луна, посмотрите, у нас на дне колоды выпал Аркан Луна. Аркан Луна – это как раз и есть некое отдаление. И Аркан Луна – это неясность ситуации, это непонимание, куда двигаться дальше, и вообще непонимание, что будет дальше. Загадки, тайны, невыясненные моменты какие-то – это всё Аркан Луна. А также это могут быть переживания, страхи, страдания. По Аркану Луна очень много таких вещей отыгрывается, всевозможных. Вот сейчас вы находитесь с вашим мужчиной в этом Аркане. Видите, как с нами всё-таки ярко и понятно, говорит колода всегда. Особенно обожаю прям эту колоду Аркану. Она замечательная. Так, теперь давайте спросим, сигнификатор вашего мужчины, кто он сейчас? Что происходит в его жизни? Какие события сейчас происходят в его жизни? Хочет ли он примирения с вами? Да, мне даже, я даже ему немножко посочувствовала. Чего он хочет на самом деле? Вообще, чего он хочет на самом деле? Давайте ещё добавлю, потому что... Сделает ли он первый шаг к примирению? Состоится ли ваше примирение? Стоит ли сделать первый шаг вам? Уточню двойку. Почему? И совет вам. Да, такой у нас расклад получился. Интересный, яркий, хотя и неоднозначный. Давайте немножко вверх потяну сюда, чтобы лучше были видны Арканы наши. Итак, давайте начнём с сигнификацией вашего мужчины. У нас выпал Аркан «Влюблённые». Ну, что можно сказать? Кто этот мужчина сейчас? Сейчас все мысли мужчины занимает любовная ситуация. Мне прям даже показали, что происходит сейчас в его жизни. Да, что происходит в жизни. Давайте я сразу вам покажу просто, что происходит в его жизни. Посмотрите, мы с вами делаем расклад «Помиритесь ли вы?» И нам сразу же карты второго показывают, что мужчина сейчас думает и страдает, прям реально страдает по девятке мечей, переживает. В чём-то себя обвиняет. Возможно, там и женщину может обвинять в чём-то. Но это в любом случае любовная ситуация. Это история о любви. Мысли мужчины занимают эти отношения. То есть та ситуация, о которой мы сейчас с вами говорим, что вы находитесь в расстоянии, в ссоре, в непонятках каких-то, она занимает все его мысли. Знаете, очень часто в раскладах, когда я спрашиваю о мужчине, у него выпадают рабочие Арканы какие-то. Зачем там он занят, какими-то своими делами всевозможными. Чаще всего выпадает так. И где-то там уже поодаль, в сторонке, идёт информация о том, что есть вы, есть там такая-то ситуация с вами, есть переживания, либо есть там наоборот, всё хорошо с вами и так далее. Здесь же у нас явно прям как на ладони, что мужчина находится в мыслях и в переживаниях именно о вас. Конечно, да, Аркан влюблённый говорит о чувствах, которые у него есть к вам. Там этот мужчина испытывает к вам чувства. Но также у нас тут рядышком легла троечка, троечка кубков. На позиции хотел бы он примирения. Да, безусловно, он хочет примирения. Но у некоторых из девочек, которые смотрят сегодня этот расклад, ситуация расставания запросто могла произойти из-за третьего лица. Возможно, из-за какой-то женщины. Может быть, вообще из-за влияния кого-то. Потому что тройка у нас это означает. У нас тут две тройки в раскладе выпали. Но мужчина здесь об этой ситуации не просто думает. Он реально переживает. Здесь есть переживания. Почему я и сказала, что мне даже немножко я сочувствую этому мужчине, потому что сложные Арканы у него выпали. Ну, наверное, заслужил. А раз так произошло, скорее всего, не просто же такая ситуация произошла. Да, мужчина здесь полностью сейчас весь в мыслях об этом. Даже удивительно, потому что редко так бывает. Мужчины немножко по-другому устроены, не так, как женщины. У них все-таки приоритеты несколько другие. И даже если он очень привязан к женщине, если он любит даже женщину, если она ему дико очень нужна, прям сильно, все равно у него чаще всего на первое место выходят какие-то его амбиции, его дела. А здесь у него на первом месте ваша ситуация. Ситуация с вами. Хочет ли он примирения? Да, однозначно, да. Здесь выпадает Аркан, тройка кубков. Видите, девушка какая здесь красивая. Причем в этом, в этой колоде, вернее, здесь не три девушки нарисованы, а одна на этой карте, на этом Аркане. Посмотрите. И вы для него так прекрасны, как эта девушка. И ему с вами хорошо, как вот этой девушке, которая сейчас находится на каком-то празднике жизни. Она льет божественный нектар из своих чаш, из двух чаш, это ваши сердца, в третью, наполняет общую вашу чашу любовью, эмоциями, удовольствием. Вот так он хочет, чтобы у вас было. Поэтому ему этот Аркан означает, что ему было очень хорошо с вами. Прямо посмотрите, ваши сердца, а это ваша общая любовь, ваши чувства. Он хочет так, чтобы было. Он хочет с вами примирения. Не просто хочет, а очень хочет. Ну, сложно ему пока, конечно. Но душа плохо. Чего вообще он хочет на самом деле? Смотрите, выпали сложные довольно Арканы. Я вам покажу. У некоторых зрительниц или зрителей здесь отыграется так, что у вас семья, могут быть детки. Если семьи нет, то это отношения глубокие, это отношения такие стабильные, отношения важные для обоих. Может быть, некая материальная даже связка у вас. Может быть, вы вкладывались материально. Может быть, мужчина вкладывался. Ну, прямо у многих здесь семья отыграется. И здесь вы пришли к некому кризису по пятёрке Пентаклей. Смотрите, чего он хочет на самом деле. Он себя чувствует без вас, как вот этот нищий на этом Аркане. Стоит и просит денег, чтобы подали ему. Вот так ему без вас. Не хватает энергетики, не хватает счастья, не хватает тепла, не хватает любви, не хватает заботы. Он реально как этот нищий без вас. Чего он хочет? Вас он хочет. Вашей душевной теплоты, вашего тепла, вашей любви. Ему этого всего не хватает. Посмотрите, какой сложный период сейчас вы проживаете с ним. Он это прекрасно понимает, разумом понимает. Разумом. Он выпадает здесь в этом раскладе королём мечей. И очень многих отыграются воздушный знак зодиака. Но вы знаете, что в моих раскладах, да и вообще в раскладах второе, не обязательно это относится именно к стихии, к знакам зодиака. Отнюдь нет. Часто, но не обязательно. Просто этот мужчина проявляет себя сейчас как король мечей. Он старается сконцентрироваться. Он старается отнестись к ситуации наиболее как-то трезво, холодно. Он пытается поставить, расставить, вернее, разложить свои мысли по полочкам в голове, в свои чувства. Старается успокоиться, отнестись как-то более трезво и хладнокровно ко всему, что происходит. Но он понимает, что происходит сейчас трансформация, изменение, очень важное в ваших отношениях. Очень важное, которое необходимы по аркану смерти. Вам пора уже эту шелуху, всю труху стрясти, убрать ее. Слишком много всего накопилось такого, что тянет вас куда-то ко дну. А вам надо лететь, вам нужно взлетать вместе. Поэтому он понимает, к новым вершинам. Поэтому он понимает, что то, что между вами происходит сейчас, даже ваше расставание, даже сейчас некое духовное отчуждение, какой-то холод, какая-то зима между вами. Посмотрите, какой здесь аркан, прям зима между вами. И он еще здесь, два синих, сине-серых аркана ледяных такие лежат рядом. Он понимает, что это должно обязательно быть. Для чего? Для того, чтобы вы вновь возродились. Паш Пентакли у нас это новое начало, новое начало, новое. Для того, чтобы вы пришли опять ко взаимопониманию. Для того, чтобы вы, если вы были в браке, чтобы вернулся ваш брак, ваши дети, ваш дом, ваше благополучие. Если вы не в браке, то он этого всего с вами хочет. Но он понимает, что без вот этого тяжелого периода трансформации, который вы сейчас проходите, вы вряд ли либо вернетесь к этому, либо придете к этому в будущем. То есть здесь мужчина четко и ясно понимает сейчас, он осознал, что то, что между вами произошло, ваше расставание, оно случилось с определенной целью. Небеса так далее. А решили, что так и должно быть. Эту ситуацию вам дали действительно небеса. для того, чтобы вы наконец-то с этим мужчиной прошли этот сложный опыт и пошли новым путем счастья, гармонии и взаимопонимания. Это то, чего мужчина на самом деле хочет. Он хочет, чтобы вы как можно быстрее из этого периода вышли. Но он также прекрасно понимает, что этот период вам просто необходим сейчас. Сделает ли мужчина первый шаг? И выпадает восьмерка жезлов, да? Здесь мужчина сделает первый шаг. В этой ситуации мужчина сделает первый шаг. Нам так показывают второе. Почему? А во-первых, ему уже не терпится, чтобы это все прекратилось. Это раз. Во-вторых, думает о вас. Мысли, мысли, мысли. Очень много мыслей о вас. Постоянно думает. Но мы здесь видим по первым вступительным арканам. Ну и знаете, здесь может быть первый шаг в каком плане сделан. Вернее, как. Он может вам скорее всего написать или позвонить. Но чаще всего это аркан переписки. Вот что-то вам написать. Либо позвонить. Может, конечно, и сам нагрянуть, появиться с какой-то инициативой. Первый шаг он здесь сделает. По восьмерке жезлов здесь совершенно однозначная. И у мужчины к вам страсть. У мужчины он не забыл о вас уж никак. Он тут забыть никак не может, потому что вы занимаете все его мысли на данный момент времени. Состоится ли примирение? А знаете, тут вы еще будете думать. Во-первых, вы будете думать, потому что вы не зря зашли с ним в этот тупик. Вы не зря попали сейчас в такую ситуацию. И если вам даже очень-очень сильно хочется с этим мужчиной помириться, здесь вам даже торо говорят. А вы подумайте еще, стоит ли. А не окажетесь ли вы потом после перемирия, если сделаете это слишком рано, допустим. Подумайте, все ли уроки вы прошли. Все ли вы пережили внутри. Можете ли вы действительно эту ситуацию отпустить. Можете ли вы его с легким сердцем принять, чтобы этот опыт опять у вас не повторился. Чтобы вы опять не пришли в двойку мечей с ним. Здесь вы явно будете как-то решать. Тут ситуация такая, знаете, балансирующая. Я вижу, что вам и хочется с ним примирения, и в то же время у вас уверенности нет в том, что это приведет действительно к тому, к чему хочет он, что это прямо сейчас приведет. Может быть, он доверие ваше потерял. Может быть, он как-то не определяется в отношении вас. Если здесь вмешалась какая-то женщина, то значит, вы прекрасно понимаете, что там должна быть поставлена окончательно точка. Это уже трансформация по смерти должна быть полностью пройдена. Он должен поставить точку там, и только тогда вы сможете с ним продолжить этот путь. Если здесь не участие какого-то человека, потому что на этом Аркане одна девушка, я вам же сказала, здесь не обязательно участие какого-то третьего лица. Хотя здесь и может влиять и мама, и сестра, и кто угодно на отношения. Но если это не женщина какая-то во взаимоотношениях, то тоже он должен, если у вас просто какие-то накопились проблемы в межличностных ваших отношениях, он тоже должен это все наконец-то зачеркнуть, убрать полностью из вашей жизни для того, чтобы продолжать с ним дальше путь. Поэтому здесь двойственная ситуация. Здесь сказать однозначно, что померитесь ли вы или нет, здесь будете решать вы. Первый шаг здесь делает мужчина. А как будете вести себя вы, здесь уже на ваше усмотрение. Хотя, конечно, в совете, в совете нам идет тройка. Но это даже не совет. Вы знаете, я не называю это советом. Как карты Таро видят правильное ваше поведение в этой ситуации. В общем-то, с ним есть перспективы. С этим мужчиной действительно можно начать все сначала, начать все с нуля и построить все заново. И если вы действительно этого захотите, вы можете это сделать. Но при наличии вот тех составляющих, о которых я вам сказала, сразу, возможно, не стоит его там принимать с распростертыми объятиями, говорить, любимый, я все тебе простила. Пускай он докажет сначала, пускай он докажет своими действиями, что он действительно имеет серьезные намерения по улучшению ситуации между вами. Чтобы все действительно встало на свои места и чтобы вы были с ним счастливы опять. Ну а по позиции, стоит ли делать вам первый шаг, выпадает четверка Пентакли. Нет, здесь не стоит вам делать первый шаг. Здесь мужчина должен проявить инициативу. Он ее проявит обязательно. Но и отпускать вы его не хотите. Поэтому Аркану точно, точно, точно вы отпускать этого мужчину не хотите. Видите, как человек здесь держит свои Пентакли? Вот так прижал к сердцу. Дорог он вашему сердцу? Ну, если вас соединяет семья, объединяет семья. Если у вас тем более есть дети. Да даже если и нет семьи и детей, он все равно вам дорог, этот мужчина. Но первых шагов здесь делать скорее не стоит. Потому что пускай пройдет время, пускай пройдет эта трансформация, пускай каждый из вас переживет этот период. Он необходим вам. Не расстраивайтесь, не плачьте, не думайте о том, что судьба к вам несправедлива. Все происходит по справедливости. Все так и должно быть. А самое главное, мужчина прекрасно понимает, что так должно быть. И он прекрасно понимает, что первый шаг должен сделать он. Ну вот такой получился у нас сегодня расклад. Я буду очень рада, если ситуация срезонировала. Буду рада вашим лайкам. Буду рада вашим комментариям, если отпишетесь под видео. Я желаю вам всем счастья, любви, всего самого наилучшего, гармоничных отношений, поменьше вот такого рода трансформаций, которые травмируют вашу душу, которые приносят боль вашему сердцу. Я желаю всем счастья, любви, гармонии, вдохновения и всех-всех благ. Всех целую и люблю. Пока-пока.